Здравствуйте, дорогие друзья! Это Живая стройка ДОК, я Эльвира Чистякова и группа компаний «Наносфера». Сегодня мы с вами находимся в живописном месте. Это настоящая русская деревня рядом с городом Пущино на юге Московской области. Мы постараемся передать всю красоту этих мест. А пригласили нас в гости замечательная семейная пара Сергей и Марина. Совсем недавно мы осуществили мечту и построили им чудесный дом Милтон 90 квадратных метров. Сегодня мы с вами посмотрим и снаружи, и внутри на наш дом, разберем его сильные стороны и услышим мнение заказчиков. Буквально 2-3 года тому назад огромную популярность стали приобретать одноэтажные дома. Это удобно и практично. Конечно же, мы идем ногу со временем. Сейчас в нашей линейке есть одноэтажные дома площадью от 90 до 180 квадратных метров. Каждый сможет подобрать дом себе по душе. Давайте обратим внимание на наш Милтон. Первоначально он задумывался с панорамными окнами и французским балконом. Но, как мы видим, Милтон хорош и уместен везде. В русской деревне, в коттеджном поселке. В представленном сегодня варианте вы не увидите панорамных окон, но именно в этом месте дом смотрится гармонично с традиционными окнами. Планировочное решение дома Милтон возможно с двумя или с тремя спальнями. Большая просторная кухня-гостиная. Два санузла и обязательно тех помещения для размещения котла и всех необходимых приборов. Для отделки фасада наши заказчики Сергей и Марина выбрали панели под кирпич производителя Доки. Скажу честно, мне нравится такой фасад. Имитация массивной кирпичной кладки светло-бежевого песочного оттенка. И дополнительно украсили темно-шоколадными наличниками. Это смотрится уместно, это смотрится гармонично и вкусно. Такой тип фасада считается комфортным по стоимости и достаточно популярен в настоящее время. Присмотритесь к нему. Одним из преимуществ фасадных панелей Доки является их сезонная универсальность. Монтировать можно их в любое время года. Так мы закончили монтаж дома Милтон и полностью его фасад в декабре 2018 года. Вместе с внешней обшивкой дома компания Наносфера всегда выполняет монтаж водосточной системы и подшива кровли с весов. Подшив кровли также чаще предлагаем выполнить пластиковым софитом Доки. Наш излюбленный прием отделывать колонны дома в имитации бруса. Получается натурально, массивно и очень красиво. Друзья, в наших роликах мы достаточно часто общаемся с заказчиками, посещаем готовые объекты, посещаем строительные объекты. И, возможно, вам кажется, что я говорю несколько всегда с положительной точки зрения и восхваляю наши дома. Я считаю, что работать по-другому невозможно. И если мы беремся за какое-то дело, а в данном случае у нас это строительство дома, мы стараемся его сделать от и до и только на самый высокий балл. Для нас очень важно при строительстве дома проложить все коммуникации, то есть артерии дома сразу же одним махом. Для этого мы обладаем большим штатом. У нас есть отдельные подразделения по инженерным сетям электроснабжения, по инженерным сетям отопления и водоснабжения. Каждое подразделение обладает и компетенцией, и мастерами для того, чтобы выполнить эти работы на отличном. Для того, чтобы в будущем заказчик уже не сталкивался с какими-либо трудностями. Ведь только представьте, вы можете первоначально сэкономить на коммуникациях, сделать их подешевле или самостоятельно. И буквально через полгода, когда отделка в доме будет совершена, трубы могут потечь. Это совершенно неприятные моменты, и вот именно их мы стараемся нивелировать в нашей работе. Друзья, мы находимся с вами в кухне-гостиной проекта Милтон. Наши заказчики Сергей и Марина выбрали второй вариант планировки с тремя спальнями. Поэтому кухня-гостиная у нас составляет 20 квадратных метров. Здесь очень ярко иллюстрирована степень готовности наших домов. Вот именно в таком виде завершается комплектация ДОК-1. Комплектация с полным инженерным комплексом внутри и полной подготовкой стен под финишную отделку. Так, на стенах мы видим с вами уже смонтирован гипсокартон. Это либо КНАУФ, либо ГИПРОК. Сделан шлейфовый монтаж по электроснабжению. Монтаж выполняется только по рабочей документации. Всю проектную документацию вы согласовываете вместе с инженером каждую точку, каждый вывод. На дом у нас идет хорошее количество точек, а конкретно один вывод на 2,5 квадратных метра. Этого объема более чем достаточно для комфортного расположения, розеток, выключателей, бра и так далее. В систему коммуникации входит не только электроснабжение, а также горячее, холодное водоснабжение, отопление, канализование и вентиляция. Давайте коротко разберем каждый из видов коммуникаций и перейдем с вами к системе отопления. Сама система отопления состоит из труб рихау или стаут и радиаторов. Чаще всего мы выбираем ПДРУС или ПУРМА. Это зарекомендовавшие себя производители. Срок службы труб не ограничен. Это сшитый полиэтилен с молекулярной памятью без стыков соединений. Такие трубы не дают в будущем протечки. Это исключено. А ведь именно этого хотят от нас заказчики. Безопасность и надежность систем коммуникаций. Одной из стратегически важных комнат в доме является техническое помещение или котельное. Мы находимся именно в этом помещении. Что примечательно и что хотелось бы отметить. Цвет гипсокартона уже нежно-зеленовато-голубой, поскольку он влагостойкий. Именно это идентификатор цвета. Отличает влагостойкий гипсокартон от невлагостойкого. Здесь мы собираем, и это входит в комплектацию, дополнительный маленький щит для будущего монтажа розеток и выключателей. Поскольку оборудование у всех заказчиков разное, предусмотреть сразу выводы практически невозможно. Поэтому собирается отдельный щит и в будущем выполняется от него уже локальный монтаж. Здесь мы с вами наблюдаем канализацию. Вывод канализации. Обязательно во всех наших домах предусмотрен люк 70 сантиметров. Это люк в подпольное пространство. Не забывайте, что наш фундамент, ростверк по монолитным сваям, оснащен специальными прямоугольными лазами для доступа в каждое помещение в подпольном пространстве. А попадаем мы в подпольное пространство вот благодаря этому люку. Во всех влажных помещениях, котельная, санузлы, мы монтируем систему сухих трапов. Это опять же еще одна отсечка по безопасности. И если в будущем какое-либо оборудование даст течь, бойлер или накопительные системы, то эта вся влага уйдет в сухой трап и все останется незаметным для дома и его будущей эксплуатации. Электрический щит. Мы рекомендуем собирать электрический щит одновременно с монтажом системы электроснабжения дома. Щиты бывают разные. Наполняемость их также отличается в зависимости от пожеланий заказчика. Но неизменно одно – это качество и целостность всего комплекса работ, который предоставляет компания «Наносфера». Сергей, мы с Александром Юрьевичем от лица всего нашего коллектива поздравляем вас с приобретением такого красивущего Милтона. Надеюсь, что это дом вашей мечты и мы смогли ее осуществить. Огромное вам спасибо за доверие, за выбор нашей компании. Сотрудничество с вами – это огромное удовольствие. Вы невероятно положительные энергетические люди. Еще раз огромное вам спасибо. Пусть дом принесет только радость, теплоту, бережет вашу семью. Ну и побольше здесь радостного смеха детей и внуков. Огромное спасибо вам за то, что вы воплотили наши все мечты в жизнь, за то, что так добросовестно отнеслись к выполнению наших самых заветных желаний и нашей мечты. И нам все очень понравилось. Спасибо. Ну что, друзья, самое интересное мы оставили на конец и зададим несколько вопросов нашим заказчикам. Сергей, как вам пришла идея строительства загородного дома? Поделитесь, пожалуйста. Ну, нам достался замечательный такой участок с хорошим видом. И как было не воспользоваться той возможностью, чтобы построить здесь дом. И мы думаем еще, будем мы здесь с постоянным проживанием, либо же это будет приезжать сюда на время отдыха. Но выбор того, что здесь нам необходимо построить жилой дом с возможностью проживания, для нас был однозначен. Спасибо. Сергей, как долго вы смотрели и выбирали компанию? И по каким критериям вы сделали свой выбор? Ну, выбор был достаточно сложным, конечно. Для нас очень важно было это качество работ, которые будут, и материалы, которыми будут эти работы выполняться. А также то, что компания, на которую пойдет наш выбор, должна быть достаточно известной и авторитетной на строительном рынке. И еще один критерий – это степень готовности дома. Мы хотели, чтобы дом был высокой степени готовности. И поэтому, когда мы стали выбирать, мы обращали на это тоже большое внимание, чтобы дом был практически готов к проживанию. Таким образом мы делали свой выбор. И когда мы на сайте обратили внимание на наносферу, почитали отзывы, посмотрели их, то вот мы тогда и определились, что наносфера для нас больше всего подходит. С этих критериев, которые я перечислил. Здорово. И последний вопрос, крайний. Что вы можете пожелать нашим заказчикам в будущем и компании наносфера? Ну, я желаю заказчикам, как будущим, так и тем, которые сейчас уже строят у вас, чтобы у них все удачно сложилось. На наносфере, естественно, побольше заказчиков, процветания и благополучия в бизнесе. Спасибо огромное. И вам огромное спасибо за вашу, так сказать, добросовестную работу. Спасибо. Друзья, я искренне люблю те дни, когда мы с командой снимаем живую стройку ДОК. Какая красота окружает нас. Это и деревни, и катажные поселки, наши дома, счастливые заказчики. Все это дает нам импульс к движению, импульс к росту. Именно это делает нас единым целостным организмом. Я благодарю вас, что вы поддерживаете, вдохновляете нас на съемки. Не забывайте ставить лайк, нам будет очень приятно. Задавайте вопросы, спрашивайте интересующие вас темы. Мы обязательно осветим их в будущем. И до новых встреч, друзья. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok